Всем привет, с вами смартфон UA и самый недорогой смартфон, который можно отыскать из выпущенных в этом году. Это DOOGEE X10, устройство для покупателей, которые впервые берут в руки телефон на Android. А это скорее всего дети или люди не очень молодые, которые поменяли свою звонилку на смартфон с Android 6.0 на борту. Какие преимущества и недостатки можно найти в умном телефоне за 40-50 долларов, предлагаем посмотреть в нашем обзоре. Смартфон выглядит крупным, как для 5-дюймовой трубки, габариты не очень скромные, да и вес не дает расслабиться. Хотя последний факт вселяет надежду на определенную защищенность и надежность. Подкрепляют это еще два факта. Во-первых, солидный металлический обод по периметру. Во-вторых, материалы подобраны с толком. Задняя крышка имеет матовое покрытие. Его минус в маркости, а вот царапины не собираются быстро. По части сборки нет ни одной претензии. Тыльная крышка съемная, сидит плотно, но иногда поскрипывает, если сильно прижать. У нас на тесте телефон в черном цвете, но в ассортименте присутствует также серебристый и золотой. Расположение основных элементов следующее. 3,5 мм аудиовыход и microUSB порт сверху, микрофон снизу, кнопки справа. На тыльной стороне камера вспышки и большая сетка, под которой лишь небольшую часть места занимает мультимедийный динамик. Сенсорные клавиши размещены не на основном экране. Подсветки у них нет, но обозначения четко нарисованы серебром. Я в своей руке могу без проблем дотянуться от сенсорных кнопок до физических без перехвата трубки. DOOGEE X10 получил экран на 5 дюймов с разрешением 480х854. Плотность пикселей по Antutu составляет 240 dpi. Одновременно дисплей реагирует на два касания. На нем даже предусмотрели олеофобное покрытие, хотя отпечатки убираются с небольшим усилием. Защитного стекла нет, но из коробки производитель приклеивает пленку. На солнце экран гаснет даже при максимальной подсветке, да и диапазон изменения уровня яркости не очень большой. При этом цветовую температуру и контрастность можно настроить под себя в опции Miravision. К углам обзора матрицы претензий нет. В целом дисплей очень хороший, о таком лично я мог только мечтать в 2010-2011 году. Но исходя из ценников 40-50 долларов, в нашем случае этот компонент можно записать только в плюсы. DOOGEE X10 работает под управлением операционной системы Android 6.0. Оболочек никаких нет, дабы не нагружать и так скромную производительность. Из предустановленного софта можно отметить только VPS Office, Xsender и Parallel Space. В настройках по части Smart функций предусмотрено только управление жестами. За вычисления в смартфоне отвечает процессор Mediatek. Это двухъядерный чип с частотой 1.3 ГГц, который работает в паре с графикой Mali-400MP. Оперативная память в телефоне всего 512 МБ. И это очень заметно для пользователей, которые держали в руках трубки с 1 ГБ и более. Из-за небольшого объема оперативки интерфейс отвечает на нажатие по экране не моментально. При запуске простенькой игры или приложения приходится ждать. С комфортом на DOOGEE X10 можно играть только в простые логические игрушки или аркады, которые не требуют сильных затрат графических ресурсов. Видео смартфон тянет, но лучше ограничиться форматами скромнее, чем HD. Встроенный накопитель имеет объем 8 ГБ, из которых доступно всего 4.3. Расширяется хранилище только картами формата microSD объемом до 32 ГБ. DOOGEE X10 это двух симней, которые работают в сетях 2G и 3G. Подходят карты формата microSIM. Связь стабильно держится даже в отдаленных от вышки локациях. А вот громкость разговорного динамика могла бы быть и выше. Мультимедийный на максимум лучше не выставлять, так как теряется его и так не идеальная частота. Басов ему можно добавить через меню настроек. Из беспроводных интерфейсов в модели X10 доступны Bluetooth и Wi-Fi. Процессор Хокки заявлен как экономный медиатек, но аккумулятор большой емкости установлен не зря. Его емкость 3360 мАч. Он съемный и без того, чтобы его снять, нет возможности установить карту памяти и одну из сим-карт. Реальный расход следующий. Видео через плеер 5-6 часов. Игрушки не менее 4-х часов. При этом ограничивать себя в яркости и включенных радиоинтерфейсах не нужно. Покупателю доступен только родной для Android 6.0 режим энергосбережения. Производитель комплектует спортфон зарядкой на 5 Вольт 1 Ампер. В коробке также можно найти кабель для подзарядки и синхронизации, а также небольшое руководство по эксплуатации. Полная зарядка занимает не менее 3-х часов. Фото и видео возможности в DOOGEE X10 возложены на 5-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельную фронтальную. Для тыловой камеры предусмотрен режим HDR. Красивое лицо, определение лиц в кадре. Автофокус при фотосъемке работает не очень быстро, а при видео его вообще нет. Контент на выходе удовлетворительный. Что ж, DOOGEE X10 это смартфон не для всех, но есть две категории покупателей, которым он подойдет. Первые это дети и подростки, которые впервые стали владельцами смартфонов и не знают, как быстро он должен работать. Вторые это покупатели за 50, которые думают, что реакция на нажатие на экран специально не молниеносная, с той целью, чтобы они успели обдумать свое следующее действие. В любом случае, DOOGEE X10 заслуживает внимания, ведь при ценнике в 40-50 долларов его корпус не выглядит погремушкой. Экран хоть и не с HD разрешением, но хорош, а батарея так и вовсе лучше и живучее, чем у более дорогих конкурентов. С вами был портал Smartphone.ua, оценивайте наши видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!